Говорит «Радио Свобода» у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поговорим с друзьями о России. Гость студии – историк Юрий Афанасьев. Все, что касается президента Российской Федерации, нельзя рассматривать в отрыве от того, что происходит в России. Потому что я убежден, что на самом деле это так. Все крупные вещи, которые происходят, они так или иначе связаны с позицией президента. Если вот с этой точки зрения посмотреть на то, что произошло за время президентства Владимира Владимировича Путина, то нельзя не отметить, что все его изначальные установки, о которых он сказал, и заявил довольно открыто, а именно выстраивание вертикали власти. Вот это первое, что ли, и наиболее важное программное заявление. Далее управляемая демократия. Это тоже его выражение. Регулируемая экономика – это тоже, так сказать, одна из таких вот стратегических установок. То нельзя, ну, я уж упустил, хотя это тоже имеет огромное значение, насчет того, чтобы мочить в сортире террористов и в связи с Чечнёй. То есть вот если все это иметь в виду, то нельзя не констатировать, что в основном все это сбылось. То есть и вертикаль власти есть, и управляемая демократия есть, и диктатура, закона, она есть в том виде, в каком она происходит. А в итоге это все… А сортирами как? Это уж само собой, и здесь все в порядке, и вот выборы президента в Чечне, они как бы венчают вот эту вот установку мочить в сортире. То есть все это сбылось, и все это обобщенно можно назвать управляемая демократия. Но по-другому это называется, вот в одной из газет недавно прошла эта публикация, спецоперация России, под названием «Спецоперация Россия». Она удалась. Но что в итоге вот этой вот спецоперации мы имеем? Мы имеем в итоге, что федерализма, как у нас не было, надо сказать, так его и нет. Разделение властей, так как оно существует в демократических обществах, его нет. Прокуратура у нас существует как орудие исполнительной власти. О независимости судов мы можем пока еще только мечтать. Это какая-то отдаленная мечта и несбыточная реальность. Поговорим с друзьями о России. Гость студии – историк Юрий Афанасьев. Подготовил и ведет передачу Егор Яковлев. Эфир 19 октября 2003 года. Говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Надежда Перцева. В эфире Радио Свобода. Передача «Поговорим с друзьями о России». В московской студии автора ведущий Егор Яковлев и его гость – ректор Российского государственного гуманитарного университета Юрий Николаевич Афанасьев. Теперь, Егор Владимирович, коротко о нашем гости. Президент Российского государственного гуманитарного университета Юрий Николаевич Афанасьев. Итак, Юрий Николаевич Афанасьев родился 5 сентября 1934 года в поселке Майно Ульяновской области Российской Федерации. Окончил исторический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. Стажировался в Парижском университете в Сорбонне. В 1981 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук. С 1961 года по 1989 год член КПСС. С 1964 года по 1968 год ответственный работник аппарата ЦК ВЛКСМ. С 1971 по 1982 год сотрудник высшей комсомольской школы ЦК ВЛКСМ. С 1989 по 1992 год Юрий Николаевич избирался народным депутатом СССР. А с 1991 по 1993 годы народным депутатом Российской Федерации был сопредседателем межрегиональной депутатской группы. Работал старшим научным сотрудником завсектором истории культуры зарубежных стран Института всеобщей истории Академии наук СССР. Членом редколлегии журнала «Коммунист» ректор Московского государственного историко-архивного института. А в 1991 году по инициативе Юрия Николаевича был создан первый в России государственный гуманитарный университет РГГУ на базе Московского государственного историко-архивного института. Член Совета Университета Мира ООН от Российской Федерации. Почетный доктор гуманитарных наук Амхерст-Колледжа США. Университет имени Франсуара Бле Франция. Еврейское теологическое семинарие США. Женевского университета Швейцария. Юрий Николаевич является действительным членом Российской Академии естественных наук. Академии гуманитарных исследований, Академии гуманитарных наук, кавалер высшей награды Французской Республики, Ордена Почетного Легиона, Ордена Великого Князя Литовского Гедеминеса Третьей Степени, Ордена за заслуги перед Франкоязычной Америкой и так далее, и так далее, и так далее. В 1992 году по итогам голосования в интернете Юрий Николаевич был избран Человеком Года. Он автор более, по одним данным, 400, по другим данным 600 работ. Агрессивно послушное большинство выражения Юрия Николаевича Афанасьева, которое в наше время стало расхожим. И Юрий Николаевич уверен, что главная причина нарастающих людских несчастий – манипулирование массовым сознанием. Ну вот, коротко у меня не получилось. Можно было, по-моему, длить и длить этот список. Вот, Юрий Николаевич, виновата не вы. Юрий Николаевич, произошла ошибка с вашим нынешним положением, президент или ректор. Давайте с этого и начнем. Что заставило тебя, во-первых, стать президентом и пересадить ректором в том университете, который тобой был организован? А главное, какова судьба этого начинания, поскольку все мы прочли недавно в газетах, что недавно избранный ректор, я был среди приглашенных на эту конференцию, просит сегодня или убежище, или... Гражданство. Гражданство, подданство. Гражданство, правильно, в Израиле. Ну, все эти события... Прости меня, все равно сейчас, наверное, один из первых звонков будет этому посвящен. Нет, нет, все эти события так очень коротко, ну, действительно, прокомментировать даже трудно, но главное, все-таки, в связи со всем этим, можно сказать. Дело в том, что на Совете директоров компании ЮКОС, нефтяной компании ЮКОС, было принято решение выделить 100 миллионов долларов на 10 лет и адресовать их для развития Российского государственного гуманитарного университета. Это, вот, пожалуй, так сказать, первоисточник всего, что произошло. Но я не имею в виду самые последние события. Действительно, ЮКОС начал финансировать развитие РГГУ, а вот сумма, которую назвал это существенная, значительная сумма, она удваивает бюджет университета. Это довольно солидно. И они предложили изменить, вернее, внести некоторые изменения в устав, ввести вот эту новую должность президента и оставить должность ректора. Причем была договоренность между ЮКОСом и РГГУ, что функции будут разделены таким образом, что ректор будет заниматься преимущественно проблемами хозяйства, финансов, экономики, администрирования, а президент должен заниматься развитием науки и образования в университете. Вот на том и согласились. И поэтому избрали невзлина Леонида Борисовича ректором, а я стал президентом. Но потом известные события нагрянули, в результате которых, или, может быть, в связи с которыми, точнее сказать, ректор вынужден был уйти на довольно продолжительный отпуск для завершения диссертации. Но, видимо, так сказать, повлияло на это его решение и вот все, что вокруг ЮКОСа сейчас происходит. Вы знаете, у нас есть... Простите, если можно, мы прервемся коротко, потому что звонок из Чебоксар. Будьте добрым. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит Владислав. Я приветствую всех находящихся в студии и в равной степени господина Яковлева и господина Афанасьева. Это тот случай, когда одновременно в равной степени я уважаю обоих присутствующих в студии господ. И, извините, с вашего разрешения, Егор Владимирович, я бы хотел вернуться к вопросу одного из слушателей. Прошу прощения, не смог в свое время тогда перезвонить. Но это не кстати, поскольку присутствует господин Афанасьев. Как раз так же, как и вы, на мой взгляд, из плеяды тех демократов, которые не пошли на поводу нынешней власти. А вопрос слушателя как раз заключал в себе обвинение в вашей адресе, если вы помните, что вы не тогда были на коне и теперь. Я как раз бы хотел не согласиться с ним. Ну, не только хотел бы выказать вам свое уважение, но прежде всего вас поправите, Егор Владимирович. По поводу вашего примера, на мой взгляд, неудачного господина Федорова, местным президентом. Поскольку, к сожалению, этот деятель управляет типично советскими методами. Я могу даже сослаться на вашего собственного корреспондента в Чебоксарах. История тут с пресловутым памятником, сооружение которого было затеяно в наиболее бедном регионе. И что главное, советские методы добровольно-принудительными методами высчитывались у рабочих, например, по 10, по 20, 300 рублей в месяц на сооружение этого памятника. Это раз. Второе. Третий срок президентства. Он фактически третий срок, но формально второй срок. Поэтому исчезла критика в адрес Путина. То есть полный коллаборационизм. Так что, извините, Егор Владимирович, вы тут ошиблись. Но эта ошибка, впрочем, простительная журналисту. Спасибо за ваш эмоциональный звонок. Итак, продолжаем беседу. Мне нечего ответить, потому что все, что вы говорите, я не в курсе. У меня по-прежнему, Николай Васильевич, очень уважительное с прежних времен отношение. Если какие-то вещи в вашем критическом багаже прибавились, надо в них разобраться. Так я хотел, Юра, узнать, так что же теперь ждет всю эту историю с ректорством, с Невзлиным и с университетом? Сказать очень четко и определенно что-то по этому поводу довольно сложно. Потому что я думаю, что ситуация будет зависеть от того, как разрешится в целом все проблемы, связанные с ЮКОСом. А это настолько, так сказать, специфические и сложные проблемы, что вот если мы погрузимся сейчас в них, нам будет очень трудно выплывать. Потому что действительно столько уже произошло и несправедливого, и разного, и очень много взаимных обвинений, что сейчас вот так вот с короговоркой сказать о том, как это завершится, довольно сложно. Ясно, что негативные последствия вот такого вмешательства в дела ЮКОСа испытывает не только университет, а мы хотя бы психологически, но все-таки испытываем неприятность в этой связи. Но куда более сложные неприятности, как мне кажется, испытывает и российский бизнес в целом, и представление о правовых устоях последнего времени, и авторитет России за рубежом. И как это все в будущем повлияет на вот все эти важные проблемы, сказать, конечно, довольно сложно. Можно хотя бы кратко узнать твое мнение, которое мне всегда интересно, это движущие силы очередного скандала, в общем-то уже не первого и достаточно типичного. Да, вот это вот очень, мне кажется, большая проблема для России в целом, потому что она затрагивает отнюдь не олигархов только, и отнюдь не какой-то узкий круг, даже бизнес, вот этот вот бизнес, который принято называть олигархическим. Ведь дело в том, что на самом деле приватизация, вот так, как она была проведена, там было все, и несправедливость, и беззаконие, и криминал, и недовольных тем, как эта приватизация прошла, очень много. Но если представить себе и подумать о возможном пересмотре итогов приватизации, то картинка вырисовывается еще более ужасно. Потому что если, допустим, вот те несправедливости и беззаконие, которые имели место, и они представляют собой что-то вроде дремлющего вулкана, то если приступить к деприватизации, пересмотрам итогов приватизации, что в сущности, как мне кажется, и происходит, увы, сейчас, то тогда это как бы запустить, взорвать этот дремлющий вулкан. Мне кажется, нужно было бы подумать о правовом обеспечении бизнеса и вообще деловой жизни на более высоком уровне, чем сейчас это происходит. И по итогам приватизации надо было бы издать закон о том, что пересмотр вот тех итогов, он недопустим. То есть не просто чьи-то заверения словесные, а опять же правовое оформление этого положения. И кроме того, вот если надо пересмотреть практику взимания налогов, если надо пересмотреть практику использования природной ренты, если надо, чтобы компании, в том числе и вот такие крупные компании, ввели более целенаправленную и объемную политику в социальном плане, то об этом надо договариваться. И мне кажется, действительно, это вопрос, в котором нельзя исключить общество. То есть не просто власти и капиталу надо договариваться, а надо искать консенсус с участием и общества тоже. И мне кажется, это вполне возможная вещь, и если на это все-таки вот власть решится. Власть решится. И у нас есть еще один телефонный звонок, пожалуйста. Здравствуйте и представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. Федор Васильевич. Да, Федор Васильевич. Здравствуйте. Вы знаете, приветствую радиостанции «Свобода» и ее слушатели. Это очень уважаемая радиостанция. Я хотел бы спросить вас о нашем президенте. Поначалу он произвел приятное впечатление, но я быстро понял. Он играет роль, он актер. То он разыграет патриота, то демократа, либерала. А на самом деле просто упирается, упивается властью. Мрагнет налево, побежит Грызлов. Кивнет, с гиганьем и кваканьем понесется «Единая Россия». По поводу рейтинга, я думаю, что просто по сравнению с горячо нелюбимым Ельциным, он более-менее просто прилично выглядит. Спасибо. Что вы хотите спросить? Что вы спросить хотите? Я хотел бы вас спросить мнение о нашем президенте. Как вы относитесь? Как вы оцениваете его? Ну, во всяком случае, вот тот набор, который вы высказали, я не могу разделить, хотя бы потому, что я не обладаю для этого достаточными фактами. Для того, чтобы иметь мнение о человеке, я должен обладать фактами. Все, что касается, допустим, Ельцина, я имею свою точку зрения, поскольку имел возможность достаточно близко и достаточно долго его наблюдать. Юрий Николаевич. Видите ли, все, что касается президента Российской Федерации, нельзя рассматривать как бы в отрыве от того, что происходит в России. Потому что я убежден, на самом деле это так. Все крупные вещи, которые происходят, они так или иначе, но связаны с позицией президента. И если вот с этой точки зрения посмотреть на то, что произошло за время президентства Владимира Владимировича Путина, то нельзя не отметить, что все его изначальные установки, о которых он сказал и заявил довольно открыто, а именно выстраивание вертикали власти. Вот это первое, что ли, и наиболее важное программное заявление. Далее, управляемая демократия, это тоже его выражение. Регулируемая экономика, это тоже, так сказать, одна из таких вот стратегических установок. То нельзя, ну, я уж упустил, хотя это тоже имеет огромное значение, насчет того, чтобы мочить в сортире террористов и в связи с Чечнёй. То есть вот, если всё это иметь в виду, то нельзя не констатировать, что в основном всё это сбылось. То есть и вертикаль власти есть, и управляемая демократия есть, и диктатура закона, она есть в том виде, в каком она происходит. А в итоге это всё... А с сортирами как? Это же само собой, и здесь всё в порядке. И вот выборы президента в Чечне, они как бы венчают вот эту вот установку мочить в сортире. То есть всё это сбылось, и всё это обобщённо можно назвать управляемая демократия. Но по-другому это называется. Вот в одной из газет недавно прошла эта публикация. Спецоперация России. Под названием «Спецоперация Россия». Она удалась. Но что в итоге вот этой вот спецоперации мы имеем? Мы имеем в итоге, что федерализма, как у нас не было, надо сказать, так его и нет. Разделение властей, так как оно существует в демократических обществах, его нет. Прокуратура у нас существует как орудие исполнительной власти. О независимости судов мы можем пока ещё только мечтать. Это какая-то отдалённая мечта и несбыточная реальность. Вот если всё это называется управляемая директора. Политические партии у нас – это некие фикции. Их нет. Свобода прессы – это тоже уже, так сказать, что-то немножко в прошлом. Но в основном мы будем надеяться всё-таки где-то в отдалённом будущем. Конечно, мне кажется, сказать, что вот всё это есть, всё то, что я перечислил, но всё это никакого отношения не имеет к президенту, было бы глубочайшим заблуждением. И давайте ещё ответим на один звонок. Мы слушаем вас. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина. Сразу скажу, что я никогда ни в какой партии не стояла, как и все мои родственники. С большим наслаждением читала когда-то газету «Московские новости». Ходила в 6 утра покупать, когда Яковлев в советское время был главным редактором. Спасибо. В одной из передач я, как я уже сказала, что Горбачёв дал нам свободу слова. И потому так свободно вы говорите в студии. Но вот моя свобода слова зависит, остановит меня ведущий или нет. Или, может быть, прервут сами гости в студии, забегая вперёд. Вот прошу 30 секунд. Известно, что сейчас очень часто коммунизм отрождествляет с фашизмом. Яковлев и Афанасьев были коммунистами. Юрий Афанасьев сделал шикарную партийную карьеру в своё время. Считаете ли вы, что вы состояли в партии фашистского толка? И почему не вышли из неё до прихода Горбачёва? Почему не защитили Сахарова, Высоцкого? По-моему, вы просто искусные ренегации, выдающие себя чуть ли не за совесть нации. Сейчас модно возражать власти. Прошу мои фразы в повторе операции не убирать. Спасибо за ваш звонок. Во-первых, вы свои фразы услышали. В данном случае вы спокойны, что вас не убрали. Вы на месте. Юрий, будешь говорить? Конечно, тут было сказано довольно много. И всё настолько значимо, что хотелось бы ничего не оставлять без реакции. Хотя это невозможно, потому что тогда надо только ответить на этот вопрос и на этом точка. Во-первых, я, например, никогда не отождествлял коммунистическую партию с фашизмом. Это одинаково плохие вещи, но это вещи совершенно разные. И ни в коем случае их нельзя под одно имя, под одно определение размещать. Причём плохие эти вещи настолько, что даже если попытаться подумать, что хуже, и то сразу тут не ответишь. Тут придётся очень сильно покопаться и в истории, и в итогах, и в результатах, и так далее. Это другие проявления, это другие реальности, всё абсолютно другое. Но всё, с моей точки зрения, всё-таки плохо. Что касается пребывания моего в партии. Да, я был в партии. Правда, никакой партийной карьеры особой я не сделал. Я дошёл до главного, то есть одного из редакторов журнала «Коммунист». Это высокая должность, это номенклатурная должность, вот так вот скажем. Но что было, то было. Я искренне верил в идеалы коммунизма, это я тоже могу сказать очень громко. И понимание происходящего ко мне пришло не вдруг, а со временем и с опытом. И переживания мои, например, были довольно горькими и драматическими относительно переоценки смысла происходящего и всех ценностей. Но, тем не менее, всё-таки это произошло, и я не жалею об этом. Юрий Николаевич, о том, что неравнодушный человек поймёт, что, допустим, в Разыбском партии изменение взглядов на многое происходящее, эта вещь глубоко болезненная и тяжёлая. И моё поколение, которое всё это пережило, оно очень много пережило. Спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Поговорим с друзьями о России». В гостях у Егора Яковлева президент Российского государственного гуманитарного университета Юрий Николаевич Афанасьев. В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поговорим с друзьями о России. Гость студии – историк Юрий Афанасьев. Как-то в одном из споров с кем-то из экономистов мне говорят, что, вы знаете, справедливость – это категория неэкономическая, и поэтому сказать тут, дескать, ничего нельзя. Она действительно неэкономическая, но это не значит, что вот нет такой категории – справедливо, несправедливо. Поэтому она все-таки имеет огромное значение, и травма, она есть травма, которая была нанесена вот этой вот приватизацией. Беда вся в том, очень многих, кто думают о необходимости пересмотра итогов приватизации, в том, что они-то, исходя из самых лучших побуждений и устремлений, полагают, что вот если их пересмотреть эти итоги приватизации, то будет лучше. Но вот это как раз не факт. И нужно поэтому, приняв ситуацию, как бы, за вот ту, которая есть, думать о других способах поиска той самой справедливости, вот о которой он говорит. То есть справедливость на основе закона и посредством закона, а не справедливость на основе очередного передела, пересмотра и распределения на всех. Вот этого ничего не получится. Это заведомо обреченное дело. Закон и правовые нормы урегулирования взаимоотношений между властью, обществом и бизнесом. Итак, звонок нашего слушателя. Добрый день. Добрый день. Вот, раз такие очень замечательные люди на радиостанции «Свобода», я очень хотела бы задать вот эти вопросы и получить от них ответ. Это для меня очень важно. Первое, значит, почему все разрешается Израилю? Что я имею в виду? Почему у них есть атомное оружие, и никого это не волнует? Никто им не запрещает. Второе, почему они разрушают в таком огромном количестве домомерных жителей, но наши правозащитники молчат? Почему они без суда и следствия сразу объявляют, что это террористы? Даже бывает, что там дети 10-12 лет. И почему у них обязательная воинская обязанность? У них даже женщины служат в армии, а нам почему-то надо иметь эту наемную армию. Большим уважением к вам, Ольга Зиновьевна из Москвы. Ответьте, пожалуйста. Ну, вы делаете целый ряд открытий, допустим. Я, не знаю, может, Юрий Николаевич в курсе в силу своих особых связей по поводу атомного оружия в Израиле. Я в этом не готов, честно говоря. Что касается других вещей, понимаете, я воспринимаю их просто как человек. Когда взрывают один за другим рестораны, автобусы и так далее. В Израиле не реагировать на это, не как-то относиться к этому безразличию я не могу. Хотя я вовсе не сторонник того око за око, кровь за кровь. И что арабов должны быть убиты столько же, сколько евреев. Поговорим с друзьями о России. Подготовил и ведет передачу Егор Яковлев. Эфир 19 октября 2003 года. Мы продолжаем. На волнах радио «Свобода» вы слушаете передачу «Поговорим с друзьями о России». В гостях у Егора Яковлева президент Российского государственного гуманитарного университета Юрий Николаевич Афанасьев. У нас уже есть звонок. Человек, который дозвонился, до нас представляется другом участников нашего круглого стола. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Добрый день. Алло, Егор. Ау. Это Рыжов. Я чувствую. Юрий Николаевич, это Рыжов. Добрый день. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, Милан. Значит, я попытаюсь вкратце сформулировать вам свой вопрос. Вчера один известный обозреватель телевидения одного из каналов, ну, естественно, не независимых, поскольку независимых у нас нет, целый фрагмент посвятил осуждению, как бы, правозащитники против России. Осудил таких людей, как Сергей Адамович Ковалев, Людмила Алексеева, Валерия Новодворская, сказав, что они до сих пор живут, как говорится, как партизаны, не вышедшие из леса. Они борются с тем, чего уже нет в стране. Мы живем в другой стране, а они борются с тем, что было в той стране. Я считаю, что это крупная позиционная ошибка обозревателя, если она, конечно, не обусловлена ангажированностью его, что очень возможно, хотя мне не хотелось бы так думать. Но я думаю, что то, что делают сейчас люди вот такого типа, которого я назвал, они делают правильное дело. И я хотел бы, так сказать, услышать ваше мнение. Мы в другой ли стране живем, потому что я недавно, я не пытаюсь рекламировать себя, в начале сентября в новой газете написал статью «Мы живем в новой свободной России с вопросительным знаком». Ответьте мне, мои дорогие друзья, или, если не хотите отвечать, скажите, разбирайся сам. Бог тебе в помощи разбираться, конечно. Но, Юрий, я хочу сказать простую вещь. Я с этим комментатором, которого ты, так сказать, бережешь и не называешь, живу действительно в другой стране. В той стране, в которой я живу, необходимы деятельности и Ковалева, и Алексеевой. Необходима защита прав человека. Необходимо отстаивание того беспредела законодательного, который происходит. Наверное, этот комментатор живет в другой стране, где это все не требуется. Дело в том, что вот эти люди, которые себя называют правозащитниками, они ведь не просто, что называется, кричат или, так сказать, произносят лозунги о бесправии. Они периодически, систематически представляют в письменном виде доклад. Доклады, документы, которые они направляют и властям Российской Федерации, и в различные международные организации. И эти доклады, они содержат сотни страниц, только перечня фактов, грубейших нарушений попрания прав человека в России. К сожалению, к великому, эти нарушения и попрания прав человека в России, они завершаются не просто какими-то неудобствами, какими-то дискомфортами для этих людей. Для многих эти нарушения стоят жизни. И это прежде всего касается Чечни и всего, что происходит вокруг Чечни. Поэтому я смотрел эту передачу, это, по-моему, постфактум была передача. И я просто ужаснулся тенденциозности вот этого комментария относительно правозащитников. Эти люди, как посвящали всего себя, всех себя нелегкому делу, так тем же продолжают заниматься и до сих пор. Только потому, что действительно жизнь в России такова, что попрание прав человека стало по существу нормой жизни. И от отдельных случаев нарушения закона в последнее время, достаточно оснований есть для того, чтобы это сказать, мы вступили в полосу сплошного беззакония. Юр, вот на последних неделях, двух-трех, наш язык как-то очень активно пополнился новыми словосочетаниями. Для меня новое, в всяком случае. Это либеральная империя. Это наследственное самовласть. Я раньше уже обращаюсь к тебе как к историку. В чем особенность исторического периода, который выводит в обиход именно вот эти словосочетания? Чем это вызвано? Ну, эти два понятия, которые ты назвал, они как бы не просто различны, они прямо противоположны. Что касается либеральной империи, то если я не ошибаюсь, авторство вот этого понятия принадлежит Чубайсу. По-моему, да. Вот. И оно, как мне кажется, объяснимо. Дело в том, что вот люди типа Чубайса, они, для них самым дорогим является, как мне кажется, понятие стабильность. Все, что произошло, их вполне устраивает. И вот желательно было бы, и чего все-таки еще, если и не хватает, так это того, чтобы это было всегда. По возможности, так сказать, вот все это и оставалось. А для того, чтобы все-таки каким-то образом выкрутиться вот из того противоречия, которое проистекает из, когда мы смотрим на происходящее в России, и кто-то задумается о том, что бы должно было быть, вот появляются такие вот слова и словосочетания, как либеральная империя. То есть все сохранить, но для того, чтобы позитивное какое-то звучание вот этой стабильности и этим перспективам придать, выдумываются вот такие слова. Хоть империя, но либеральная. Это все равно, что сапоги в смятку, какого-то глубокого смысла в этом понятии нет, но звучит привлекательно. И для тех, кто любит империю и мечтает о возрождении Советского Союза, или царской России, или Россия в царских времен, и тех, кто думает о либеральных ценностях. Вот желание скомбинировать что-то в этом духе порождает вот такие вот абракадабры вроде либеральной империи. Что касается другого понятия, наследственное самовластие, то я его тоже употреблял, как мне кажется, вполне допустимое для определения происходящего. То есть, если нет царства закона, если нет тех институтов, которые характеризуют обыкновенное демократическое государство, я опять говорю, это принцип разделения властей, это независимость судов, это прокуратура, которая на страже закона, это независимая пресса, это с одной стороны. И с другой стороны, когда есть желание, и механизмы отрабатываются, самовоспроизводство вот этой вот власти, то есть, не передача, не утеря ее в результате конкурентной борьбы на выборах, а просто, так сказать, гарантированное самосохранение. Наследуемая демократия. Что и произошло. Собственно говоря, думать об этом, как мне кажется, начал уже Ельцин. То есть, после трех наиболее крупных деяний в период Ельцина, а именно, Беловежские соглашения, раз, приватизация по Чубайсу, два, и расстрел Белого дома, три, было ясно, что не исключено, что за все это придется ответить. Причем ответить жестко, а может быть, даже и жестоко. И поэтому прикинули, каким образом можно, тем не менее, все сохранить. Опора на силовиков. Поэтому направление поиска сначала Степашин, по определенным причинам он не подошел. Примаков, он тоже проявил себя не лучшим образом по отношению к этим людям. Не поняли, что он сделает так, что вот он-то уж обеспечит им наверняка, так сказать, ответственность. Потом, естественно, Путин. Вот что произошло еще в период Ельцина. А дальше, что происходит теперь? Теперь происходит не просто подготовка к выборам парламентским и президентским четвертого года. Теперь происходит уже, как я себе ситуацию представляю, формирование правительства большинства. Для того, чтобы его сформировать, надо иметь большинство в Думе. Обеспечивается это большинство за счет того, что создана по существу политическая партия, ну так называемая политическая партия, скажем, проправительственная, партия власти. У нее пороху для того, чтобы это большинство обеспечить одной не хватает. Поэтому они посматривают на коммунистов. Каким образом с ними заключить альянс или сговор для того, чтобы это большинство было гарантировано. Дело в том, что из этого парламентского большинства будет и формироваться правительства этого большинства. И вот, чем, как мне кажется, объясняется сейчас обострение борьбы то между олигархами и силовиками, то между властью с одной стороны и с другой стороны и силовиками и олигархами. То есть идет мощное подковерное движение, борьба, противоборство за это самое правительство большинства. Но ведь правительство большинства вот в свете того, о чем я говорю, это и есть механизм наследуемого самовластия. Самовластие это когда не институты, а кто-то один. Наследуемое это обеспечение технологии с помощью политтехнологии обеспечение этого господства. Юр, скажи мне, пожалуйста, вот с точки зрения историка и уже немолодого человека, ты веришь в ответственность за содеянное? Причем я имею ввиду по тем трем позициям, которые ты говорил. Рост Советского Союза, приватизация, расстрел парламента, что за это придется нести ответственность. Или это все уйдет в песок? Я думаю, что это все уйдет в песок. Потому что для того, чтобы ответственно говорить вот о всем, что произошло, надо на прошедшее смотреть все-таки не как на перевернутую страницу. То есть эти страницы, они, конечно, перевернуты, но в том, может быть, смысле, что они прочитаны. Но в том, что они осознаны, пережиты, прочувствованы и в этом смысле преодолены, увы, к сожалению, это не так. И Советский Союз, это не перевернутая страница. И расстрелянный парламент, это не просто то, что было, а это выбор был, решение проблем за счет силовых способов. И так далее. Так вот, мне кажется, для того, чтобы все это пережить по-настоящему, пережить в смысле преодолеть, надо такие проблемы наиболее трудные не относить к числу тех, которые были и прошли. А вот теперь давайте как бы с чистого листа. Не получится с чистого листа. Надо, как бы это ни было горько и трудно все-таки пропустить эти события через себя, понять их, осознать их и в этом смысле преодолеть. И тогда способы, вот, каким образом к ним возвращаться, не придут сами собою, что называется, потому что это будет поиск путей в сторону к демократии. И продолжая разговор о доверии, к нам по пейджеру пришел вопрос. Считаете ли вы нормальным то, что перед российской приватизацией, как она состоялась, была проведена хамская, малопрофессиональная, прозрачная для людей, у которых есть голова экспроприации, огромные собственности у населения России в Сбербанке? Считаете ли вы это справедливым в свете этих разговоров о святости частной собственности, о справедливости, доверии власти, о согласии в обществе? И на что можно надеяться это государство, когда и кто будет ему доверять? Подпись Александр, инженер. На мой взгляд, государство категорически подрало доверие основной массы населения, оправдания к ограблению большинства населения России быть не может, но это очевидно относится к разряду тех вещей, за которые в ближайшее время никто не принесет ответственности. Я уже цитирую Юрия Николаевича. Да, еще, я прошу прощения, но у нас очень долго уже ждет в своей очереди наши слушатели. По поводу справедливости. Конечно, несправедливо, о чем там говорить, но как-то в одном из споров с кем-то из экономистов мне говорят, что вы знаете, справедливость это категория неэкономическая, и поэтому сказать тут, дескать, ничего нельзя. Она действительно неэкономическая, но это не значит, что вот нет такой категории справедливо, несправедливо. Поэтому она все-таки имеет огромное значение, и травма, она есть травма, которая была нанесена вот этой вот приватизацией. Беда вся в том, очень многих, кто думают о необходимости пересмотра итогов приватизации, в том, что они-то, исходя из самых лучших побуждений и устремлений, полагают, что вот если ее пересмотреть, или их пересмотреть, эти итоги приватизации, то будет лучше. Но вот это как раз не факт. И нужно поэтому, приняв ситуацию как бы за вот ту, которая есть, думать о других способах поиска той самой справедливости, о которой он говорит. То есть справедливость на основе закона и посредством закона, а не справедливость на основе очередного передела, пересмотра и распределения на всех. Вот этого ничего не получится. Это заведомо обреченное дело. Закон и правовые нормы урегулирования взаимоотношений между властью, обществом и бизнесом. Итак, звонок нашего слушателя. Добрый день. Добрый день. Вот, раз такие очень замечательные люди на радиостанции Свобода, я очень хотела бы задать вот эти вопросы и получить от них ответ. Это для меня очень важно. Первое, значит, почему все разрешается Израилю? Что я имею в виду? Почему у них есть атомное оружие и никого это не волнует? Никто им не запрещает. Второе, почему они разрушают в таком огромном количестве домомерных жителей, но наши правозащитники молчат? Почему они без суда и следствия сразу объявляют, что это террористы? Даже бывает, что там дети 10-12 лет. И почему у них обязательная воинская обязанность? У них даже женщины служат в армии, а нам почему-то надо иметь эту наемную армию. Большим уважением к вам, Ольга Зиновина из Москвы. Ответьте, пожалуйста. Ну, вы делаете целый ряд открытий, допустим, я, не знаю, может, Юрий Николаевич в курсе в силу своих особых связей по поводу атомного оружия в Израиле. Я в этом не готов, честно говоря. Что касается других вещей, понимаете, я воспринимаю их просто как человек, когда взрывают один за другим рестораны, автобусы и так далее в Израиле, не реагировать на это, не как-то относиться к этому безразличия я не могу, хотя я вовсе не сторонник того око за око, кровь за кровь, и шваграмов должны быть убиты столько же, сколько евреев. Поэтому здесь, наверное, надо разбираться, что вы хотите узнать-то все-таки. И кроме того, что значит вот все все прощают Израилю. Вот я тоже этого не знаю, я просто знаю, что политика Израиля внутри страны и на внешней политикой очень многие недовольны даже в самом Израиле. И там идут непростые процессы и против политики властей в Израиле выступают очень многие евреи, живущие в Израиле. Ну и весь мир критикует очень многие позиции Израиля. Так что кто им все прощает, я, честно говоря, не знаю. Даже я могу продолжить, даже позиции Америки, которая всегда была, так сказать, в поддержку Израиле, то она сегодня разная и заслуживает. Сама идет пересмотр. Юра, ты несколько раз, так сказать, упомянул о значении силовиков и об угрозе силовых методов. что особенно в нашем сегодняшней жизни, нашем обществе, что появилась угроза силовиков, что силовики опять вышли в первый ряд. Ведь мы с тобой помним, сколько раз за эти годы мы пытались избавиться, мы, все общество, от угрозы спецорганов, угрозы силовиков. Не стоит об этом напоминать. Почему это так живуче, почему сегодня опять эта угроза возникает в полной мере? Дело в том, что до тех пор, пока жизнь и наиболее важные процессы в обществе не регулируются и не разрешаются на основе права, на основе закона, а решаются за счет взаимоотношений между различными кланами, между различными силами, между различными корпорациями, то вот такая вот борьба между кланами и корпорациями с переменным успехом, она будет продолжаться вечно, это естественно вполне. Дело в том, что во времена Гельцина, как я представляю, вот все, кто нынче зовется силовиками, они как бы были отодвинуты на второй план. Армию недофинансировали, КГБ без конца преобразовывали, их все время лихорадило, ну и на вершине... У нас лихорадило от них больше. Ну, это на самом деле не так, но они-то живут своими заботами, поэтому им-то было, может быть, больнее в то время. Может быть. Да. Так вот, и на вершине политического Олимпа их не было в то время. А в то время произошло распределение собственности, окончательное, вернее, распределение. Оно началось не при Ельцине, оно началось еще во времена коммунистов, но здесь как бы подвели некий итог, и в этом итоге силовикам места подобающего не досталось. С приходом нового президента из этих органов ситуация стала меняться. Во-первых, произошла перегруппировка сил внутри политической элиты, там они бы, эта политическая элита в значительной мере была обновлена за счет силовиков. И они теперь, оказавшись в большей степени и в большем количестве представленной на вершине политического олимпа, увидели, что они обделены, и поэтому они стали наступать на тех, у кого этого больше всего, то есть на олигархов. Вот на сегодняшний день они в какой-то мере возобладали, но это вовсе не значит, что, так сказать, вот это уже навеки вечное. Опять будет какая-то перегруппировка до тех пор, пока сам принцип кланового и межкланового урегулирования проблем экономики, бизнеса, собственности, финансовых потоков не будет ликвидирован на основе, на правовых основах, на основе закона. Не могу не зачитать сообщение по пейджеру и потом мы выслушаем еще один звоночек. Я считаю, что события 93-го года это не мятеж, а защита президентом Ельцином и Гайдаром нашей государственности. Они только виноваты в том, что не сумели ликвидировать компартию. Подпись Елена Александровна. И теперь звонок. Добрый день. Вопрос уважаемому Егору Яковлеву. Да, Пожалуйста. Да, да, мы слушаем вас. Что вы имеете в виду конкретно? Ну, не судят фашистов, не судят издателей фашистской литературы. Ну, в общем, недавно прошел процесс над Лимоном, над другими людьми. Я думаю, что ваше, в общем, недовольствие и неудовлетворенность объясняется тем, что все это устраивает определенная группа бюрократии, которая, как известно, самосохранение ее в том, чтобы оставить все, как было. И главное ничего не менять. И наличие вот этих фашистских групп определенных людей очень устраивает, как противостояние другим группам, которые не принимают это. Есть какая-то реплика? По поводу экстремизма. Тут может быть, не может быть, а наверняка есть основания более действенные и более эффективно принимать меры против вот этого самого экстремизма. К сожалению, этого тоже не делается до сих пор. Так что я, например, согласен с этим. Спасибо большое за сегодняшнюю беседу. Мы завершаем передачу «Поговорим с друзьями о России». Сегодня в гостях у Егора Яковлева был президент Российского Государственного Гуманитарного Университета Юрий Николаевич Афанасьев. Координатор программы Надежда Перцева продюсер Михаил Костуров. До свидания, до встречи в эфире Радио Свобода в передаче «Поговорим с друзьями о России». Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Редактор Корректор Редактор Корректор